У меня не стыдно перед вами стоять. Я вор, я мафиози, я этот, как его... Все записывается. Да, да, да. Опасность, не опасность, что в свои финансы вдруг лезет работодатель. Четвертый вопрос, товарищи. Контроль членов профсоюза за использованием профсоюзных средств. Во-первых, конечно, не надо так ограничивать вопрос, потому что вопрос-то, по большому счету, стоит вообще контроль членов профсоюза за деятельностью профсоюзных, не только за использованием диджекосредств. Ну ладно, поскольку профсоюз и все-таки организация, в первую очередь, объединенные общей копеечкой, то вопрос денежных средств, он ключевой. Ну, вообще говоря, любая организация, не только профсоюз, она в своей организационной структуре должна иметь отделы по контролю. Значит, что какие-то органы в профсоюзе для контроля. Во-первых, это записано в любом уставе наших профсоюзов. Во-первых, это, значит, общее собрание, конференция. Второе, контрольная комиссия. Значит, вот, конечно, ключевым элементом контроля деятельности профсоюза, членов профсоюза, является общее собрание. Но есть, конечно, тонкость. Для того, чтобы оно реально было таким органом контроля, Во-первых, нужно, чтобы, значит, на этом собрании были представлены все аспекты деятельности профсоюза, явно прозрачны. Во-вторых, значит, большинство профсоюзных организаций общее собрание не проводит в силу объективных причин. Это конференция, выходит в форме конференции, что, конечно, сужает круг присутствующих. Третье, значит, собрание и конференция, они, в общем-то, не так часто проходят. По крайней мере, ну, в общем, обязательным является раз в год. А вообще-то говоря, по законам управления контроль должен быть ежедневным. В этом плане, если мы хотим добиться по-настоящему, чтобы члены профсоюза контролировали деятельность профсоюза, нужно эти собрания проводить чаще, значит, пусть даже не, это будет не общее собрание, но собрание подразделения, ячейки, цеха там. Но оно должно предпредставлять как можно более широкие свои члены профсоюза. И актив, профсоюзный актив обязан представлять на из собрания информацию о деятельности профсоюза в ясной и прозрачной форме. Второе. Значит, контроль осуществляется деятельностью контрольной комиссии. Значит, что это значит? Ну, это в любом уставе написано, что контрольная комиссия имеет право, там, к доступу, к любым документам, значит, имеет право присутствовать на заседании комитета и так далее. Но, значит, имеет право, это еще не значит, что должна, и она это делает. Значит, построить действительно въедливую и каждодневно действующую контрольную комиссию – это достаточно сложная задача. Тут требуется некоторое усилие от самого актива профсоюза. Значит, надо добиться, чтобы, ну, во-первых, надо соблюсти принцип, что членами контрольной комиссии являются именно рабочие, не какие-то полу... Значит, ну, вот мы, как бы, у себя не то что обязываем, но очень, значит, агитируем, чтобы контрольная комиссия участвовала во всех заседаниях комитета. Контроль, ведь он, значит, должен быть непосредственным, а не постфактум. Значит, дальше. Ну, кроме, мне кажется, всех этих формальных средств все равно недостаточно, чтобы... чтобы этот контроль был действием. Любой, ну, в общем, в серьезных организациях есть еще неформальная структура контролирующая, типа вот контрразведки. Такая структура тоже должна быть. Потом есть, значит, такой момент. Изолированная организация... Изолированной организации всех этих мер тоже может быть недостаточно. То есть, наверное, бывают такие ситуации, когда какое-то перерождение актива происходит незаметно, но потом, значит, встаем перед фактом, что организация изнутри уже не способна себе излечить. На наш взгляд, здесь очень важно строить профсоюзные организации не по-одиночке, а строить пул организации. Ну, например, на городском уровне объединять несколько организаций, которые, значит, живут одной, более-менее одной жизнью, значит, в курсе событий друг в друге, регулярно или постоянно проходят общие комитеты. Вот, тогда, значит, нездоровость, она становится видна уже не изнутри, а со стороны. И, значит, можно не упустить момент, когда можно еще среагировать. Дальше. Есть еще такое обстоятельство, что организация, особенно большая организация, бывает вынуждена завести освобожденных работников. Вот у нас, в принципе, в организации нет и никогда не было таких. Ну, тем не менее, я прекрасно понимаю, что в нынешних условиях зачастую это необходимо иметь освобожденных работников. Освобожденные работники, в принципе, конечно, ничего не меняют в структуре контроля, но, тем не менее, есть некая опасность, потому что все, как мы хорошо знаем, вот себя определяет в сознании и, в общем, и куча примеров перерождения вот именно освобожденных работников. Что здесь, как и здесь, какие особенности надо... Ну, вот мы строим организации как прообраз будущего пролетарского общества, и мы, конечно, знаем, что в этом обществе не должно быть разделение труда, вообще разделение труда, и в первую очередь разделение труда на управляемых. Значит, разделение труда должно быть заменено принципом перемены труда. И в плане освобожденных работников это значит, что такие освобожденные работники должны быть, ну, по крайней мере, по освобожденных. То есть, значит, мы им выделяем время, но они не перестают быть теми же самыми членами профсоюза и такими же работниками, как все. Вот этот принцип, мне кажется, очень важный, он надо соблюдать. То есть, всеми возможными силами не допускать полного освобождения. И при этом, значит, полу освобождения, и в таком случае надо уже более серьезно подходить к вопросу о регулярной сменяемости. Вот это то, что формальная сторона дела и не совсем формальная. Ну, мне кажется, все-таки более глубокая. Значит, мы рассматриваем вопрос контроля членов профсоюзной деятельности профсоюза с точки зрения какого? Чтобы не допустить перерождение, руководство, значит, уход на другие позиции, там даже и развалы. А ликвидация организации? Ликвидация, да, та самая ликвидация. Именно это цель контроля членов профсоюзной деятельности. Ну, и здесь, по-моему, глубокое убеждение, все эти формальные методы будут работать. Их надо обязательно четко выстроить, значит, совершенствовать, следить за их функционированием. Но они будут действовать по-настоящему только тогда, когда в профсоюзе есть некое, некоторое идейное, вот, возвращаясь к первому вопросу, партийное ядро. Ядро, для которого профсоюз – это, значит, не что-то там для себя, а это что-то идейное. Леон Викторович, вот здесь вот вопрос стоит, контроль членов профсоюза, извините, членов профсоюза. Это получается так, что каждый член профсоюза имеет право проверить использование средств в этом профсоюзе. Если же у вас профсоюзная организация состоит из тысячи человек, и каждый из этих тысячи придет в правком, и будет этого председателя спрашивать, как ты использовал то-то, то-то, то-то. Ну, это ничего страшного. Здесь вопрос в другом. Каждый член профсоюза имеет право, но как, чтобы профсоюз работал, надо сделать это право легко реализуемым, чтобы каждый член профсоюза не только имел это право, но пользовался этим правом. Можно ли я отвечу на вопрос, который здесь поставлен? Еще. Ну, дополнительно, к этому вопросу по поводу, есть ли у вас организация тысячи, и вдруг все тысячи придут контролировать. Ну, не одновременно, конечно. Ну, я понимаю. Но, значит, существуют такие формы, как конференция профсоюзной, мы знаем, да? И здесь уже говорилось о том, что в каждом профсоюзе есть уставы, и в которых прописывается, что контроль осуществляет кто? Ревизионная комиссия. Так вот, на конференции, которые выбираются туда кто, докеры, например, рабочие или еще что-нибудь, да, дают свои полномочия делегатам. Я с вами согласен. На конференции выдают как раз и полномочия ревизионной комиссии. Понятное дело, что не придет никакой, ну, я имею в виду, каждый тысяча придет требовать. Но это есть ревизионная комиссия, и она отчитывается за это дело перед конференцией. И это говорит о чем? О том, что у него неправильности поставлены вопросы? Почему неправильность? Каждый член профсоюза имеет право перейти в комиссии и потребовать. Если их придет один за другим сто человек, мы уже задумаемся, здесь что-то не то. Значит, мы как-то неправильно работаем. Значит, нам надо отчитаться. Я уже понял, понял. Отчитаться публично, там, печатно или как угодно. У меня вопрос такой. Как Вы считаете, в крупной профсоюзной организации, где, соответственно, и средства, которые, так сказать, собираются, довольно крупные, и, соответственно, есть больше возможностей для злоупотребления, нет ли необходимости проведения внешнего аудита финансового, для того, чтобы контролировать дополнительно движение этих средств? Ну, во-первых, мне не очень понятно, чем крупная отличается от некрупной. Если в крупной больше возможностей для злоупотребления, это говорит не о том, что она крупная, а о том, что внешне это не в порядке, как мне кажется. Насчет внешнего аудита. Ну, вот внешний аудит, это вот, на самом деле, я коснулся вопроса. Мне кажется, очень важно, чтобы профсоюзные организации складывались в кул. Вот это и они друг другу и будут этим внешним аудитом. Хотел бы согласиться с докладчиком во многом, и сказать из нашего опыта большого. Ну, начну немножко от организационной вопроса, как они решаются, например, ну, не знаю, по нашей организации, на самом деле, большой организации, да? Если мы говорим про контроль, мы говорим о том, как участвует в контроле каждый член профсоюза. Ну, каждый член профсоюза, я так понимаю, что если мы возьмем и понимаем, что такое структура профсоюзная, то есть это кто? Ну, каждое подразделение выбирает своего представителя, и этот представитель представляет интересы непосредственно уже своей бригады, где в общем каком-то органе непосредственно у нас на заседании правком. То есть получается, что при рассмотрении всех вопросов присутствуют именно представители бригад. Конечно, есть нюансы, когда они трудно собрать, но практически всегда, ну, большинство присутствует на портовом комитете, и оно отслеживает жизнь профсоюза, да? То есть вот так в открытку, как бы сказать, ну, на заседаниях правкома принять решение, которое бы противоречило какому-нибудь интересу, ну, это так сложно сказать, да, чтобы ребята приняли, собрали все там бригады и сказали, ребят, мы там, да, давайте между собой поделим, таких моментов не бывает. Вот. Но вот когда начинают, чем отличаются маленькие структуры от больших, действительно, маленькие детки, маленькие бедки, большие бедки, поэтому большие деньги, они, как она, имеют тенденцию, ну, другую немножечко, да, и маленькие деньги все-таки просмотреть и проследить проще, чем уже большие потоки. Вот. И тогда, например, конечно, вот, например, когда по молодости, не молодости, но присутствовал на отчетных конференциях, и когда тебе дают отчет непосредственно резионная комиссия, резионная комиссия, я должен вам сказать, она дает отчет простой, она дает правильно ли потраченные деньги или средства, или неправильно, а сколько, куда у нас отчитывается бухгалтерия. Ну, и непосвященному человеку, которому у нас все честно. То есть, приходит бухгалтер и дает дебет-кредит, остатки прошлые, остатки нынешние, то есть, это на самом деле требует подготовленности определенную непосредственно рядовых членов профсоюза. Вот. Выход. Ну, как мы говорим, ну, не доверяешь нами ревизионной комиссии, но мы, ну, то есть, сторонний какой-то орган. Но это не выход, на мой взгляд, и я считаю, что вмешивать в общественную жизнь третьего какого-то, ну, как сказать, внешне, внешне это не так правильно, да, вы должны разобраться всегда внутри, у себя, и как это, и тем более, что, как бы, имеется опасность, не опасность, что в свои финансы вдруг влезет работодатель. Ну, ему проще тоже можно как-то поинтересоваться через этот орган и тоже найти к нему подход, но все покупается, все продается, имеется цена, цена какая-то и так далее. То есть, допускать финансы третьего тоже нельзя, как бы, ну, такая крайность, диалектично, если подходить, рассматривать в противоречии, да, то есть, да, хочется привлечь, но здесь есть опасности, которые необходимо учитывать. И вот тут вот, а что делать, вот полностью согласен, и мы пытались, но не прошло. Это, ну, полуосвобожденное. То есть, мы предлагали немножко другое, мы предлагали то, что, а, у нас председатели портового комитета, ну, правкомов или непосредственно люди из бригад, которые освобождаются, ну, предположим, на три месяца. А человек освобожденный, он, как бы, его зам, то есть, получается, наоборот, то есть, вот, как бы, структура, ты ответственный главный, а ты, как бы, понятное дело, занимаешься рутиной, то есть, ты крутишься и вертишься и знаешь, вот, но главное-то все-таки есть оттуда. Вот, и меняет ротация, то есть, непозволение вот этого привыкания или когда-нибудь, ну, на мой взгляд, это сегодня больной актуальный вопрос, который не решается в профсоюзах. Причем, вот это, есть, есть другой еще нюанс, я хотел сказать, что, ну, то, скажем так, по собственной инициативе будет заниматься свободное личное время жизнью общественной, только, наверное, ну, какой-то все-таки идейный человек, у которого есть какие-то принципы, которому может быть интересно, ну, то есть, вот, как-то так. То есть, по счету, то есть, если мы говорим, что рабочий, он все-таки меркантильный, да, то есть, ну, как бы, такой, с личными интересами, как и каждый из нас, да, и, понятное дело, терять свое личное время на общественной, это большая проблема. Вот, и найти людей, которые этими будут заниматься, всегда большая трудность. Вот, ну, и выбирает, почему бригада зачастую так, о, Вася там сказал пару слов или еще что-нибудь, мы тебе там, если нужно, мы тебе двинем, давай. Вот, ну, и не факт, что это Вася, ну, тоже, вот, попадая в эту ситуацию, вот, опять-таки, я что-то издалека, но к тому хочу сказать, что есть еще другая угроза, есть другая угроза о том, что и профактив. Ну, то есть, если грамотный попадается профлидер, ну, он умудряется найти взаимоотношения из профактива, то есть, получается, вот, и профактив как-то вот, ну, да, 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 на доверии. А зачастую бывает так у нас, ну, профсоюз, ну, как может без доверия, правда? Ну, не может же жить. И вот зачастую вот на этом доверии начинают и играть. Вот, вот это вот постоянное противоречие в этом рецепте, в этом не найдешь идеального рецепта, наверное, и в каждом нужно вот искать какие-то определенные шаги. Вот нащупывание, вот мы нащупывали возможность вот этого попробовать, но практически это вот у нас не получается. Освобожденный, у него трудная работа, и вы что, мне не доверяете? Ну, у нас, то есть, так вот, чисто финансовой стороны сменилось, вот, недоверие, так можно сказать, да, в профсоюзе два председателя портового комитета. Вот, так что очень большие тенденции. Есть даже еще больше, скажем, тенденции такие опасные, например, есть, когда есть лидеры профсоюзные, и вот такой вот сигнал сразу же, моментальный, когда, ну, он пользуется авторитетом, ну, то есть огромный. И вдруг появляется, как бы, в штате профсоюзного комитета или организации появляется непосредственно его дочь как главный бухгалтер. Сразу должен быть сигнал, что как-то так неправильно на это, нужно к этому, да, отнестись по-другому. То есть вот тут все, как мы говорим, фонд разведка какая-то или еще что-то. Ну, поэтому не найдем мы, наверное, идеального рецепта в этом. Вот, но контроль нужно осуществлять как-то, как-то осуществлять. И поэтому, спасибо. Предлагается заслужить проект постановления контроль членов профсоюзов за использованием, извиняюсь, профсоюзных средств. Профсоюзные средства являются важным инструментом организации коллективных действий работников в борьбе за свои интересы. Создание забастовочных фондов, издание спецвыпусков рабочих, профсоюзных газет, создание видеороликов по заказу профорганизаций, оплаты частично и полностью освобожденных профсоюзных организаторов и тому подобное. Российский комитет рабочих особо рекомендует использовать профсоюзные средства для частичного освобождения рабочих от производительного труда для организации профсоюзной деятельности и контроля за исполнением профсоюзных средств освобожденными работниками. Необходимость такого контроля подтверждается опытом и уроками деятельности многих профсоюзных работников. Вопросы об использовании профсоюзных средств должны не реже, чем один раз в квартал рассматриваться на собраниях профсоюзных групп в подразделениях с заслушиванием итогов проверок, проводимых ревизионными комиссиями. В составе ревизионных комиссий рабочие должны составлять не менее половины. В случае использования профсоюзных средств не по назначению, решать вопрос о прекращении исполнения освобожденными работниками их обязанностей и об исключении их из профсоюза. Такой предлагается проект постановления по данному вопросу. Кто за то, что в данный проект постановление был принят за основу, прошу голосовать? Или есть предложение в целом принять? Нет. Можно мне реманить? Да, да, да. Товарищ, мне кажется, что на самом деле вот это постановление нужно еще подумать над таким вопросом. Очень часто одним из, не задавая борьба с профсоюзниками является скидание, так сказать, среду членов профсоюза. Политтехнология. Да, политтехнология. Тогда руководство начинает шептать, что он там что-то использовал, что его там подкупили. То есть вот этот момент очень тонкий. Нужно подумать, как предохранить еще и человека от ложных обвинений. Потому что иногда человек совершенно кристально честный, но которого вот так вот прошел такую проверку, он может просто не выдержать и разорвать все отношения. Он на ее отвечу. Конечно. А я добавлю. Хорошо, я не очень как-то понимаю, но в профсоюзной организации ни один председатель принимает решения и возглавляет профсоюзную организацию. Для этого есть профактив. И по поводу, ну я не знаю, как можно, ну написать то, что угодно можно. Понятное дело, у работодателя много средств, но когда если человек, как он говорит, кристально чистый, то за кристального чистого всегда идут и защищают его непосредственно профактивисты. Меня тогда, ну, меня вопрос как-то так, непонятен. Как? Тогда что это такое за член-председатель, которого, ну, грубо говоря, клеветали и вдруг все встали, которые вот до этого выбрали и которые присутствуют на каждом заседании профкома, вдруг встали все в сторонку и сказали, ну, извини. Так это же все решения принимаются в профсоюзе. В профсоюзе все решения принимаются коллегиально. Но это в идеале. Как в идеале? Вот не надо, вот с этого начинается разложение. Да, да, да. Я этого тоже не понимаю, почему, потому что, ну, значит, стремитесь к идее, а вот, а как у другого, не понятно. Извините. Можно? Можно, да? Дорогие друзья, это очень вопрос такой деликатный. Дело в том, что если кто-то на себе не испытывал давления политтехнологий, причем современных, разных всяких, да, тот, ну, может быть, меня сейчас не поймет, да. Я счастливый человек, я испытала это на себе, причем неоднократно, вот, и не в одной организации. Да, поэтому сегодня здесь с вами, поэтому мне не стыдно перед вами стоять. Я вор, я мафиози, я этот, как его... Все записывается. Да, да, да. Наркоман, потом в каких-то сектах, дальше я зомбирую людей, все это было. Могу показать газеты, полные развороты, причем некоторых моих коллег, которые со мной вместе начинали работать, а потом, ну, по ряду причин, а их сегодня здесь с нами нет, и вообще я не знаю сейчас, где они есть, понимаете? А я с вами здесь и опять сейчас. Вот, ну, есть много материалов, которые у меня хранятся, я людям показываю, говорю, видите, с кем вы дружите, ну, смеемся, да. То есть куча подметных писем, сотнями, когда тебя начинают очернять, вот, знаете, приходит мой муж домой, садимся ужинать, а он говорит, ты знаешь, я с почтового ящика вытащил письмо. Мила, а ты мне что, не могла сказать так? Ты зачем мне письма-то пишешь? Понимаете, открываешь письмо там от моего имени, членам профсоюза. На следующее утро оказалось, что всем членам профсоюза прислали, то есть это почти двум тысячам человекам, да, прислали письма от моего имени, что у нас так плохо все в профсоюзе, совсем уже, значит, развалилась организация, нас осталось совсем там чуть-чуть крошки, прямо цифра стоит 666, вот, и так далее, но там, ну, это есть, вот Бабич уехал, он бы, ну, подтвердил, потому что ему приходилось тогда помогать нам обращаться в прокуратуру и так далее, ну, то есть это политтехнологии, когда тебя очерняют, и вот здесь правильно Михаил Юрьевич сказал, там же есть члены профсоюза, коллеги, которые могут заступиться, да, мы заступаемся друг за друга, но, что хочу сказать, я опять вернусь к обучению, нам повезло, когда мы создали свой профсоюз, мы начинали его с, ну, такой компании, ну, раскопали вот эти дополнительные дни отпуска за вредные условия труда, нашли долги предприятия, и подняли не только свое предприятие, а подняли тех, вернее, работников своих, а подняли бывших работников предприятия, а у нас это крупная, ну, крупный завод был, да, и, ну, много тысяч человек обратились в суды и выигрывали суды, выигрывали деньги за прошлые периоды, вот, поэтому как-то в городе у нас репутация была неплохая тогда, вот, и адвокаты начали зарабатывать на этом деньги, и вот один из адвокатов пришел и подарил нам диск, я не помню, как его зовут, я не знаю, кто этот человек, но я ему очень благодарна, вот, диск называется «Партизанская война с работодателем», вот, кто часто сюда ездит, может быть, помнят, я тогда отдавала записи эти, сбрасывали люди себе на флешки, и вот на этом диске наша организация проводила обучение наших членов профсоюза, как нам стоять в той ситуации, когда будут идти политтехнологии, ну, будут применяться против нас политтехнологии. Вот все, что они там, было описано в этом диске, они на нас испытывали, наши работодатели, а мы не сгинались и не сламывались только по той причине, что мы знали, а что будет дальше, понимаете, мы понимали, что нас специально стравливают, но, к сожалению, к великому, даже те, которые знают о том, что это готовые политтехнологии, бывают покупаются, кому-то дали должность хорошую только за то, что он что-то против скажет, кому-то детей на работу приняли, понимаете, кому-то, наверное, денег заплатили, я не знаю, что делать, да, но есть люди, которые продаются, и вот эти люди, они, естественно, тут же и говорили о том, что в среду запускаются, ну, те, которые на ухо нашепчут кому-то что-то, ну, сарафанное радио, оно работает и в хорошем смысле слова, и в плохом, бывает такое, поэтому, друзья, здесь зависит от, вот здесь я Ружену Борисовну поддерживаю, насчет того, что человек, он живой человек, и в какой-то момент кто-то может просто махнуть рукой и сказать, я не хочу больше, все, мне надоело, меня затоптали, понимаете, даже если я понимаю, что я кристально чистый, вот я всем желаю сегодня, чтобы вы оказались не просто кристально чистыми, а вот если у вас есть свой стержень идейный, да, то вот такими остаться до конца, ну, людьми, человеками со своими принципами, и не сдаваться, потому что нас будут наткать, мы не просто так здесь все собрались, здесь собрались те люди, которые сегодня хотят что-то менять в этой жизни, и хотят помогать другим людям, понимаете, мы не единоличники, которые вот каждый сам за себя, за себя-то за одного, я знаю, как можно бороться за себя саму, да, я себя смогу отстоять, но этого мне мало, понимаете, вот мне лично мало, я хочу еще и людям помогать, и сегодня этому учусь, и здесь вы такие же собрались, если бы хотели только свои личные интересы отстаивать, вы бы сюда никто не приехали, это бы, ну, как, затратить личное время, самое дорогое у нас, да, там, деньги, прочее, эмоции, здоровье, вот. Уважаемые товарищи, значит, кому не безразлично ситуация, складывающаяся у нас сегодня в рабочей среде по поводу, значит, оценки условий труда, которые сейчас происходят на российских предприятиях, и о новом законе федеральном, который подразумевает, который заменил аттестацию рабочих мест на специальную оценку условий труда, семинар, да, будет проводиться, сейчас определим, где, и всех желающих, 18.30, да, всех желающих, просьба, да, выходить. Повещение закрыли, на четвертом. Нет, не здесь, не здесь, где-то у кого-то. Кувак.